Игра про стикманов, которая стала одной из самых популярных игр про стикманов. Но как же это было? Самое интересное, что игра впервые появилась не на привычных мобильных устройствах, на которых большинство играли в эту игру, а игра впервые появилась на сайте stickpage.com аж в 2013 году. И она, к большому удивлению, являлась браузерной. И знаете, браузерная версия игры по геймплею точно такая же. Но все же существенные отличия есть. В игре был совершенно другой загрузочный экран, где было минималистичное меню в стиле старых браузерных игр. По титрам можно понять, что разработчиков, которые разрабатывали версию игры в браузере, можно пересчитать на пальцах. И конечно же всем разработчикам, а особенно когда их мало, нужен хороший обед или же перекус. И я думаю, они бы не отказались от доставки еды Delivery Club, где можно заказать вкусную еду с доставкой на дом. А по моему промокоду в комментариях получишь скидку 400 рублей на первый заказ от 999 рублей. По торопись, вид действие промокода ограничено. В игре, как вы уже могли заметить, по видео отличались текстурки. Они были более простыми и не такими прорисованными, как сейчас. Видно, что на стикманах была использована обводка черным цветом, что также характерно для подобных игр того времени. Геймплей в игре довольно таки интересный. Цель игры первым разрушить башню противника, не дав в обиду свою. С самого начала дают два шахтера, которые приносят золото. На золото можно покупать новых шахтеров, чтобы получать еще больше золота, а также создавать на это золото воинов, чтобы оборонять свою башню и нападать на башню противника. В 2016 году на сайте форуме появилось сообщение от разработчиков игры, что игра скоро будет доступна на Android и iOS. И уже в 2016 году игра выходит на мобильные устройства. Игра тогда легко попадалась в рекомендациях на главной странице, и с этого шли скачивания. Таким образом, и я познакомился с Stick for Legacy. Да, именно Legacy, ведь она отличается от браузерной версии. И уже с равного меню видно, что игра уже стала не настолько мрачной. В игре на 2016 год был только режим приключения, но игра отличалась улучшенной графикой, звуками и прокачкой персонажей. А также, как я заметил, был переработан гигант. Нет, не за донат. За каждое прохождение какого-либо уровня дается пара улучшений, с помощью которых можно прокачать свою армию, лучников-защитников, здоровье и доход главной башни. Также в игре есть кристаллики, с помощью которых можно покупать заклинания, которые будут помогать в прохождении уровней. Например, заклинания на быструю добычу золота, увеличение скорости атаки яромечников, стрелы с неба и тому подобное. Конечно же, игра не стояла на месте и появлялось все больше новых возможностей. В игру добавили скинчики, которые не только влияют на внешний вид, но еще и делают персонажа лучше. К примеру, если надеть морозный костюм, то при атаке враги будут замедляться, замораживаться, а также у персонажа будет больше здоровья. Да, из-за того, что применение кристалликов в игре увеличилось, разработчики также решили добавить сундучки, из которых могут упасть, конечно же, кристаллики, скины и заклинания. Чтобы открыть сундучки, нужно набрать 20 звезд на уровнях. Или, конечно же, купить сундучки за реальные деньги. Разработчики, помимо косметического контента, который создан для разнообразия и для того, чтобы игроки донатили, еще и за все время добавили аж 4 режима. Один из первых новых режимов — это турнир, который в английской версии называется Корона Инаморты. Если что, Инаморта — это вселенная, где происходит действие игры. Вначале выбираешь сложность, а дальше выбираешь аватар, который дает преимущество на всю игру. Чем выше сложность, тем больше наград в конце можно получить. Подбираются различные противники со своим режимом сложности. Конечно же, эти игроки не по сети. Если проходишь несколько этапов, получаешь награды. А если же нет, то ждешь некоторое время, чтобы сыграть снова. Еженедельные миссии. Каждую пятницу обновляется уровень, который можно пройти и получить награды. Бесконечный режим или же зомби-режим. Это режим, в котором нужно на рекорд уничтожить бесконечное количество волн зомби. Можно даже попасть в рейтинг людей, которые пережили больше всего количество волн. А что можно сказать в итоге? Игра развивается, и видно, что разработчики до сих пор над ней стараются, и игра не скатилась в выжимателе денег, как большинство бесплатных игр. Ровио на заметку. Ну а на этом все. С вами был Кибик, и еще не прощаемся.